здравствуйте я врач ортопед травматолог прикладной кинезиолог и в данном видео я хочу рассказать о частой причине хронической боли в области шеи частой причине головных болей и частой причине наличие спазма гипертонуса мышц над плечи и шеи когда приходит такой пациент нам конечно же надо определить тонус данных мышц длинные мышцы шеи мы тестируем до определяем их тонус из такого положения мы так давите в мою руку давите в мою руку давить мышцы шеи сильные нам надо растянуть мышцы шеи вывести исходное положение давите 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 и мышца слабеет таким образом мы определяем что данная мышца длинные мышцы шеи находится в гипертонусе в норме пусть в норме после растяжения повторном тестирования мышца должна быть сильной тогда это мышца норма тоничная а мы знаем что все мышцы в теле должны находиться в состоянии норма тонуса если мышца находится в гипертонусе это патологическое состояние для мышцы этого быть не должно тестируем нисходящую часть трапециевидной мышцы для этого выводим нужное положение давите в мою руку мышца сильная растягиваем трапециевидную мышцу да вот видно растягиваем ее повторно делаем тест давите 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 мышца слабая если при повторном тесте мышца ослабела значит это говорит о том что мышца нисходящая часть трапециевидной мышцы также находится в состоянии гипертонуса повышенной спазмированности напряжения конечно же такое состояние вызывает и боли в области шеи и боли в области шейно-воротниковой зоны и хронические боли головные то есть пациент при нем обезболиваются там ну в этом максимально что он может сделать там принимать китомиорелаксанты или спазмолитики но нам надо найти причину почему и ответить на вопрос почему эти мышцы находятся в спазмированном состоянии как только мы найдем ответ на этот вопрос мы сможем решить эту проблему избавить пациента от хронической боли в шейном отделе позвоночника и головных болей для этого нам надо знать какая мышца является антагонистом этим мышцам мышца антагонист в данном случае будет широчайшая мышца спины и о местах прикрепления мы можем пока не говорить раз только вспомним ее функцию ее функция как вожжи она тянет плечевой пояс вниз и разворачивает его если эта функция не выполняется мышца если это гипотоничная то плечевой пояс подымается вверх и плечи заворачиваются и туловище наклоняется вместе с шеей и головой вперед и вот в таком положении человек ходит годами конечно же эти мышцы спазмированные со временем вызывают хронические боли и прочие нарушения для того чтобы определить тонус широчайшие мышцы нам необходимо ее протестировать определить тонус мы выводим в нужное положение держите уверенно такого пациента мышца будет слабое время тестирования давите давите вот такая будет мышца во время тестирования мы попросим еще раз давите мышца слабая огромная мышца она должна быть сильной что необходимо сделать чтобы эта мышца была сильной прикладной кинезиологии широчайшая мышца спины ассоциирована с органом поджелудочной железой между ними существует прямая обратная связь если с внутренним органом поджелудочной железой что-то будет не так то есть будет какое-то функциональное нарушение то всегда широчайшая мышца спины будут гипотоничные слабая и когда она будет слабая конечно же этот весь плечевой пояс перейдет вперед это процесс не длится вернее этот процесс занимает ни день ни два не месяц это годами это происходит и постепенно постепенно плечевой пояс спазмируется и уже ничего сделать нельзя вот и пока мы не включим эту мышцу в работу пока она не станет норматоничной ничего устранить спазмы и хроническую боль никак не получится как мы можем проверить что да действительно есть такая взаимосвязь мы используем терапевтическую локализацию это один из феноменов прикладной кинезиологии мы берем ладонь пациента располагаем ее на в проекции поджелудочной железы таким образом мы временно даем немножко тепло энергии какой-то волновой частотное какое-то там воздействие и тестируем проверяем тонус этой мышцы выводим в нужное положение давите 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 ты сильно и мышца становится сильной при лак терапевтической локализации на поджелудочную железу другими словами если мы здесь сделаем хорошо включится в работу станет сильной норматоничной широчайшая мышца спины если широчайшая мышца спины станет сильной и норматоничной она разведет плечевой пояс опустит вниз и то есть она станет норматоничной и уходит спазм самостоятельно мышц надплечья трапециевидные мышцы и мышц шеи что же может быть почему так наиболее частая дисфункция поджелудочной железы наиболее частой опять-таки не единственная проблема но достаточно частая проблема дисфункции поджелудочной железы на является хроническое воспаление в этого органа хроническое воспаление этого органа вызывает патогенный фактор или патоген в данном случае патогенным фактором может выступать вирусы бактерии грибки паразиты токсические металлы продукты питания которым есть скрытая непереносимость пациент этого не подозревает и установил точно патогенный фактор устранив его мы восстанавливаем функцию поджелудочной железы и таким образом ассоциативная мышца широчайшая мышца спины становится норматоничной становится сильной давить его становится сильной как только она станет сильной пройдет какое-то время и между мышцами верхней части и широчайшей мышцы восстановится баланс и спазм мышц самостоятельно уходит таким образом пациент избавляется от хронической боли в области шеи головных болей и спазм шейно-воротниковой зоны спасибо за внимание и